Ну а мы продолжаем обсуждать итоги сегодняшних переговоров в Минске с российскими политиками. И сейчас на прямой связи с нашей студией лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Геннадий Андреевич, здравствуйте. Слышите ли вы меня? Здравствуйте. Слушаю внимательно. А следили ли вы за минскими переговорами и как оцениваете их результаты? Признаюсь, не просто следил внимательно. Включил телевидение и всю ночь не выключал. Ну, по крайней мере, первый главный итог, который, считаю, договорились перестать обстреливать жилые дома, больницы и расправляться с гражданским населением. Отвезти соответствующие системы оружия и войскам. Но здесь надо быть предельно бдительным, чтобы не получилось, как в прошлый раз. Отвели, они там перевооружились, подтащили новые подразделения. И по приказу Байдена, ВЦРУшникова открыли огонь по всей линии фронта. Это абсолютно недопустимо. С другой стороны, вроде бы готовы сесть за стол переговоров. Но я не верю в договоренность Порошенко. В Киеве там сидит хунта, по сути дела, партии войны. Яценники, Турчин, Аваков и все остальные. А Порошенко даже на переговорах бегал, созванивался, видимо, с американцами, спрашивал, что ему можно, а что нельзя. Самим надо принимать решение. Украина в данном случае разменная монета в геополитической войне США и НАТО с Российской Федерацией. Похоже, что Путин выдержал этот страшный многочасовой нажим. И в данном случае мы не имеем никаких правов сдавать и потакать этим агрессивным силам, нацистам, бандеровцам и вороватым олигархам, отдавая на растерзание Новороссию и Луганскую и Донецкую республики. Это вопрос с принципом. В противном случае это будет беловерие, беловерие два. Но нам сейчас надо все сделать для того, чтобы мир восторжествовал и одновременно максимально укрепить позиции тех, кто хотел бы говорить о русском, о южном родном доме, кто защищал мужественную героическую не только свою республику, но и всех нас от нового нацизма и фашизма, который катится сегодня по Европе. Я сутки назад официально обратился с открытым письмом ко всем гражданам страны, от президента и губернатора до всех законодателей и простых граждан, потому что антисоветизм, русофобия, замешанный на предательстве национальных интересов, смыло, по сути дела, советскую державу и сегодня подтачивают основы Российской Федерации. Мы здесь, государственные патриотические силы должны укрепляться и не запустить новой волны антисоветизма, русофобии и поглощения этим нацистским режимом Донецкой и Луганской республики. Очень важный пункт минских договоренностей – это внесение изменений в Конституцию Украины. На ваш взгляд, что это должны быть за изменения и что они дадут самопровозглашенным республикам? Ну, если бы в Киеве была нормальная власть, они там все незаконно сидят, они бы спокойно сели за стол переговоров, что просил Юго-Восток и Новороссия. Они просили 23 миллиона граждан Украины, говорят на русском языке. Мы хотим говорить на русском языке. Это их святое право. Второе, мы хотим, чтобы зарабатывая получали соответствующие отчисления для развития своего региона. Не хотели из Киева ни модернизации, ни обновления, ни развития социальности. И третье, мы хотим, чтобы наши органы управления власти имели соответствующую автономию. Нормальная власть бы пошла бы навстречу, решили бы давно, тем более Симоненко и Компарк собрали 3 миллиона подписей для проведения подобного референдума. И все бы было в нормальном порядке. Вместо этого они вытащили пушки, танки и самолеты и старали расстреливать людей, которые хотели жить и работать в этом регионе. Более того, весь этот регион экономически завязан на Российскую Федерацию. Три четверти их работу имеют в связи с заказами России. И отказаться от этой кооперации связи, на чем настаивали недобросовестные политики Европы, это означает быть всем безработным. Но кто на это готов согласиться? Конечно, нет. Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, искать ответы, развязали войну. Но этот режим незаконный, хунта Киевская, может существовать только в условии скандала, войны и насилия. Потому что работать они не умеют, управлять нормально не умеют. А скоро украинский народ не спросит, где зарплаты, где пенсии, где деньги, почему холодно, почему цены прут вверх и многое остальное. Поэтому нам надо быть предельно бдительным и самим укреплять свою страну. Финансо-экономический блок, который сегодня порождает многие проблемы. Он больнее бьет по России, чем санкции некоторых американских и натовских стран. Их организаций. Поэтому наша задача максимально поддерживать своих друзей и соратников и одновременно все делать для того, чтобы укреплять свою экономику и безопасность. Геннадий Андреевич, ну еще сложная ситуация с Дебальцевским котлом. Сообщается, что планируют привлекать военных экспертов и из России, и с Украины. На ваш взгляд, как может разрешиться эта ситуация? Ну, надо прекрасно понимать, что ребята с чаянно и храбро сражались, отбиваясь от тех, кто готов насиловать был весь этот многострадальный регион. Они их окружили. С оружием никого оттуда не выпустят. Поэтому задача здесь дать, чтобы они оружие, пожалуйста, тогда их выпустят. В противном случае их ждет тяжелая судьба. Кто бы туда не пытался мониторинг проводить, в данном случае военная операция должна быть доведена до конца. Иначе вы завтра получите еще большую агрессию, чем то, что увидели сейчас. Геннадий Андреевич, спасибо. Минские договоренности нам прокомментировал глава КПРФ Геннадий Зюганов. Геннадий Зюганов